можно ли из косточки и семечки вырастить хорошее плодовое дерево это не я 18 подписчиков мнение тех дам мы знаем только дички вырастают дерево и скотчки так продают по всем культурам это не я это человек пишет он считает себя грамотным яблони и груша то есть есть такие компромиссные решения сейчас увидите они говорят только дички у Бодлера великолепный сад из семечек из косточек правильно а идет посередине и вот получается еще один посередине вырастить из семечка хорошее растение обычного садовода вряд ли получится научное слово вряд ли вероятность получить хорошее деревоца есть но весьма небольшая господи что-то мельчь то они так и не хотели я думал как приеду в Москву а они наверно как это делятся по секциям где-то тут абрикосники где-то тут эти вишен понавезли абрикосы только я и оба из сибири а команда была то есть получается абрикосов не было в сотнях учреждений я бы сказал они просто поленились но они завалили там выставка была фойе большая выставка они завалили вишнями сколько было а вишня то чем подошел к его в дерево отрезал ветку по лесне вот тебе и все уже привез а раз череша не абрикосы привезли еще них и не было а время то было 18 19 июля самое время я там полузеленый снимал и байкала а у них то самое время ну сам рассвет и вот получается как вот те которому должна вся новка сейчас поклониться да это то самое старое дерево которое потом потом это я фотографировал давным-давно вот которого диаметр стала вот такой почти метр на метр вот знакомьтесь почему потому что я вот этому человеку который раз ты сверстся со своей статьей дальше все что-то якобы представляешь да а вот бандер борисович его искусство поворачивание самой капризной и не морозорка культуры через не имеет аналогов на всей территории холодной россии мира абсолютный мичуринец и книги мичурин и осадовая библия это я цитирую себя из этого глава книги на данный момент это не просто лучше с черешными садами он единственный я показывал свой черешный но он рядом с ним вот так сказать ну детский сад поэтому я не считаю это ну то есть будем считать что единственный у него у вода и учите это друзья когда вам будут вешать лапшу на уши перекупщики саженцев от якобы сибирских полнопитомников первое поколение черешин было выращено борисович в магазинных косточек и только потом отобрав самые живостойкие сорта гибриды он начал на них поливать более каприза намороз свой любимцы вот это человек продолжает нас учить слива хороший саженцы скотчика практически вырастить невозможно здравствуйте тысячи поколений китайских слив не знают слова прививку только из косточки ну или из этих или корневых отростков вот тебе это а ведь отбивает руки то вот я бы стал его это переодеваться над этим ну как бы специалистом ну зачем людям руки то отбивать персик плоды могут сильно отличаться от исходной формы но иногда бывает довольно съедобно ну тут он прав иногда бывает тогда вырастил вначале абрикос если вы посеете косточку жердели сегодня мы с милосинцами стояли возле жердели я рассказывал про дегустацию 12 человек я 13-й подняли руки что жердель моя кистосладкая не слаще а вкуснее королевского это факт для меня исторический потому что я там я не ожидал такой реакции вот у меня жердель а здесь подразумевается получишь жердель значит нечто несъедобное а та жердель а вокруг королевские а вокруг эти самые академики она окружена она единственное дерево и уже плоды с нее стали окрашивать вот вот она сейчас засветает кстати засветает правда вот потом эти плоды попробуем а теперь у меня жердель на новом участке с косточкой вот посмотрим на нее а я еще что сделал я туда 3 прививки сделал с самых роскошных абрикосов а это уже тут я мечуренец то есть прививки это уже я ни при чем значит называется уже не усвоение метра по железу это другой вопрос а насыщение по мечуре я всем говорю это третий ой второй чуть не заболтался она же сенец у меня ну да какой примерно знаю но уже есть кто видел все все вебинары на одном была фотография жердель вот досящая моей на чужом участке а плоды уже гораздо крупнее вот для того интересно это а сейчас я туда расту где на эти самые насыщение метра и правда я хожу смотрю вроде бы собирается свести вроде нет все тощи пощи пощи вот терять не хочется вот что ну ладно это так между нами поговорили планы построили и так и вот он нас учит и так посеете жердель получите жердель а вот у меня посеет и жердель получите уже не жердель а культурный это голову нас сегодня дают в большинстве случаев дальше а вот если котика будет а сортового абрикоса то получится сенец и свободного пыления он может быть вполне приличным именно так выглядят и получится некоторых сортов Абрикосов ну хоть что-то путний мужик написал может быть вполне приличным хотя-то не научные слова вполне приличные и слово «приличным» тоже ненаучные слова да автор популярного канала не знает, что для этих случаев я и приду и реализовал понятие «смешанный сад». Вот и все. Я, правда, никому не гарантирую. Привет, королевский или фаина, или академия. Получишь вот как-то самый верхний рисунок. Тут уже гарантия, да? Косточки я их продаю тысячами. Дарю, продаю. Черт не узнает, что там будет. Но зато вы представляете, ну мы покупаем же в лотерейные билеты там. Хотя заранее знаешь, что обманут. Ну так и тоже. А интересно же жить.